Темой нашего сегодняшнего разговора будет Memory Leaky в Дотнете. Постараемся на практике выяснить и разобраться, что это такое, как они выглядят, какие бывают виды. Разберемся немножко с инструментами, которые есть на рынке для того, чтобы можно было относительно легко бороться с этой проблемой. Существует несколько инструментов. Посмотрим на некоторые из них. Также рассмотрим по возможности некоторые хорошо известные лики, утечки памяти. Ну и посмотрим на некоторые WPF специфичные лики. И конечно же с решениями, которые фиксят эти лики. Для начала, что такое Memory Leaky. Собственно, это цитата из Википедии, но она немножко обобщенная. Не обязательно к Дотнету. Но по сути своей, это утечка ресурса. В данном случае это память. И осуществляется такая утечка ресурса. Она происходит из-за того, что программа ожидает несколько другого исполнения и управления памятью. То есть мы ожидаем от программы, что она работает гладко, а на самом деле там возникают ситуации, что память куда-то уходит. По сути такое вот общее определение. Выглядит на практике это приблизительно вот так. То есть у нас растет процесс Memory. В случае Дотнета это в основном, конечно, Managed Hips. То есть растет память, выделяемая в хипах. Видны в данном случае GC Completed такие вот марки, которые обозначают, что вроде бы и случилось GC Collect, а память как-то не уменьшается. Вот она растет и растет, несмотря на то, что сборщик мусора собирает объекты, но вот она все равно растет. Давайте на практике запустим, попробуем. Есть такая вот у меня программа, которая покажет нам... Здесь просто вот в цикле утекает память. Почему в цикле? Потому что просто так будет нагляднее видно сразу процесс. Лик тут простой. Подписка на события и не отписка от него. Это мы дальше рассмотрим, что это за лик. Но выглядит это приблизительно вот таким вот образом. Вот он тот самый процесс memory. Вот мы запустили, память пошла расти, пошли GC Collect, а память все равно растет. В принципе вот так он выглядит. Дальше будем разбираться уже конкретно, что случилось, как фиксить и так далее. Наоборот все. Не хочет он на тот монитор. К чему приводит вообще такое поведение? То есть замедляется программа. Все мы знаем этого героя. Почему она замедляется? Потому что память растет. Это касается конечно только UI. То есть GUI программы, на которых сразу видно пользователю результат выполнения и поведения программы. Замедляется выполнение программы. Начинает подтормаживать. Это такие вот ощущения. И почему это происходит? Потому что память растет. Она начинает выгружаться в виртуальную, то есть на диск. Постоянно происходит срэшинг и туда-сюда гоняются мегабайты. Конечно же с диска это все очень медленно. Потом в конце концов это все заканчивается out of memory exception. В данном случае у нас есть тут даже кнопочка continue. То есть GUI приложение имеет какую-то возможность продолжать еще работать. Ну а если серверная, то конечно там уже будет crash, перезапуск процесса и со всеми вытекающими для клиентов этого сервера обстоятельствами. Ну давайте посмотрим, как вообще случается collection в .NET. То есть на первом этапе GC определяет application roots. Это объекты, переменные, которые он точно знает, что они не будут собраны. Это статические переменные, это переменные стеки, переменные в регистрах CPU, которые вот GC уверен, что он не соберет их. На первом этапе собирается такая информация. Потом каждый из этих рутов обходится. Этот такой граф обходится и выясняется, есть ли связанные референсы на связанные объекты. Связанные объекты, соответственно, существуют вместе с этим рутом. То есть если объект достижим, значит его собирать не надо. Значит он нужен программе. Все, что недостижимо. Например, вышла локальная переменная из scope или там из регистра. То есть все это удаляется. На данном этапе, в принципе, можно сказать, что в .NET вообще memory leak не может быть. То есть он собирает все. И теоретически, в общем-то, он garbage collector и был задуман для того, чтобы избавить разработчиков. И головной боли по отслеживанию allocation, deallocation для переменных объектов. И создать стабильные условия для работы программы. Но некоторые бывают ситуации, когда все-таки выглядят точно так же переменные все. Но они создают утечку. Почему эта утечка? Это, скорее всего, наше, так сказать, восприятие того, что на самом деле происходит. То есть мы ожидаем, что переменная, к примеру, вышла из scope и она должна быть удалена. Но на самом деле она остается висеть. Потому что, например, она была подписана на ивент какой-нибудь. Хотя сама она создается. И вот восприятие человека, который как бы пишет программу, что ну вот она создалась, она должна сама быстренько уничтожиться. То есть я об этом не беспокоюсь. Какие инструменты? Мы уже успели только что посмотреть на встроенный инструмент в Visual Studio. Самый простой вариант. То есть он всегда есть. Начиная, конечно, с версии Professional. И выше. То есть им удобно пользоваться, потому что он сразу под рукой. И, в принципе, он удовлетворяет основным требованиям. Как-то снапшоты создать, посмотреть memory traffic, посмотреть, какие объекты создались, какие до сих пор находятся на связи с рутами. Почему они остаются на этой связи. Дальше тоже можно посмотреть. Это все интегрировано в студию. То есть непосредственно связь с кодом сразу же отслеживается. Плюс к тому достаточно расширенный в том смысле, что позволяет также нативную память профилировать. То есть, по большому счету, не стоит забрасывать и смотреть сразу на какие-то разрекламированные другими компаниями, к примеру, инструменты. То есть много задач можно вполне решить себе встроенным профилировщиком. Следующий инструмент это Ends Memory Profiler. Достаточно зрелый инструмент, давно появился. Собака уже съел на этом процессе и позволяет работать, ну, работать, не работать, но все-таки как одна из основных фич он трекает, сколько было выделено нативными Unmanaged Call'ами ресурсов памяти, да. То есть это не все инструменты поддерживают такое. Кроме того, очень широкий список всяких стартап-проектов. То есть вот открываешь приложение, ты можешь запустить профилировку на абсолютно разных там... Так, это вот нужно, к примеру, запустить и посмотреть, то есть как он выглядит. Открываем New Profiling Session и тут понеслась. Тут можно законнектиться. Правда, attach'иться можно только к 4 Plus приложению. .NET Framework и там дальше AIS Core, Azure, Windows Services, Silverlight, даже XBub есть. Можно для, так сказать, ознакомления запустить ту же самую программку на этом профилировщике, посмотреть, как оно выглядит. То есть он показывает, в частности, то, что я говорил, Unmanaged Memory. Это будет интересно, если есть Unmanaged League какой-нибудь. Конечно, в мире .NET это не такая распространенная ситуация, но тем не менее он выделяется этим. И, кроме того, он позволяет добавить сразу же на таймлайн каунтеры. То есть, например, следующий инструмент, который мы будем рассматривать, не позволяет этого сделать. Хотя каунтеры можно запустить обычным Performance Monitor и добавить их. Но все-таки, конечно, лучше, когда все в одном месте. Так, у нас прошло дело. Делаем еще один снэпшот. И он делает точно так же. Вот он наш лик. Там куча выделилась объектов. И вот он отслеживает, позволяет отследить, каким образом оно удерживается до рута. Вот он наш рут. И там через Event Handler создались объекты, подписались и держатся. Следующий инструмент Dot Memory. Я предпочитаю лично этот инструмент. В принципе, я его уже успел проверить на рабочем проекте. Он достаточно удобный, комфортный. Он относительно новый в плане реализации. То есть, выглядит тоже красиво по сравнению с тем же Ends профайлером. Но и позволяет, соответственно, делать все по-другому, быстрее, как мне кажется. Осуществлять поиск проблем с памятью. Все это делается за счет множества разных фильтров, удобных очень. Здесь делается как бы упор на комфорт. И в том числе существует автоматическая инспекция, ну, автоматические инспекции, типа, разные типы ликов. Они автоматически определяются этим инструментом и выводятся на summary page после профилировки. Удобный, понятный интерфейс. И точно так же поддерживается таймлайн, но пока что это все дело развивается. Я думаю, что можно будет потом туда тоже добавить как-нибудь в обозримом будущем каунтер. А может и не будет. Это посмотрим. Можно посмотреть сейчас на этот инструмент. Тоже попробуем запустить. Все они встраиваются в студию. То есть есть интеграция через, например, dot-memory через вот это меню можно запустить. Тоже поддерживает кучу разных стартап профилей. Тоже можно приатачиться. Осуществить удаленную профилировку. То есть, когда на продакшене надо запустить профилировку. Запускаешь просто сервис на продакшене, который собирает информацию по процессу. И оттачиваешься с другого компьютера. Тоже смотришь. Очень удобно. Дальше мы будем запускать конкретный пример. Посмотрим на него ближе. Также есть другие инструменты. Я их особо не рассматривал. Но, например, Performance Monitor. Это встроенный инструмент в Windows. Он позволяет просто добавлять каунтеры. И вот он в Administrative Tools. Добавлять каунтеры, в том числе dot-net каунтеры. Например, те же самые memory, allocation, collection. Там время, проведенное в garbage collection. Да, все это добавляется. Можно выбрать instance. И он там отображает информацию. Неудобство этого инструмента в том, что он отображает просто за какой-то период и перезатирает. Там можно сохранять в логин. Но это все, конечно, очень геморройно. Потом разгребать. Не так удобно, как в специальных инструментах, которые предназначены для профилировки. Из интересного хотелось бы отметить Xamarin Profiler, который сейчас в превью находится. Если занимаетесь разработкой под Xamarin, тоже интересная штука будет. Очень я смотрел на вот этот вот SciTech Profiler. Очень широкий список у него фич. Честно говоря, не пробовал я его. Телерик тоже не пробовал, но это один из маркетинговых инструментов. Потому что это больше реклама, как мне кажется. Ну, возможно, конечно, я просто не пробовал. И CLR Profiler это инструмент от Microsoft. О нем я знаю только то, что он очень сильно нагружает систему, когда делает профилировку. То есть, есть другие инструменты. Скорее всего, они появляются, уходят периодически. Некоторые, конечно, на главной сцене. Рассматривать мы их не будем. А перейдем сразу к типичным утечкам памяти. Есть такое понятие, как Event Handler League. Как он происходит? Мы подписываемся на события. Но подписываемся на объект, который существует в скульпе. Который имеет большую продолжительность жизни, чем наш объект. То есть, вот в данном случае, если посмотреть зомби, наш объект. Он, по идее, должен был быть уничтожен моментально. Но, так как мы подписались, он останется жить. И здесь это, конечно же, тривиальный пример. То есть, он очевиден и так далее. Но, когда доходит дело до production кода, конечно же, такие вещи, они не сразу замечаются. И делаются просто на автомате кем-то и так далее. Сейчас мы попробуем запустить программу, которую раньше запускали в .memory. И попробуем пофиксить проблему эту. Да, еще одно замечание. Очень важно делать профилировку в релиз моде. Почему? Потому что компилятор делает много оптимизаций. И, как мы дальше увидим, в некоторых случаях он поддерживает время жизни переменных. И совершенно сбивает тем самым с толку в дебаг моде, к примеру. То есть, профилировщик видит, что переменно живет, а она не должна жить. И вы это понимаете. Значит, мы выбираем сразу стартовать с allocation. И эта checkbox говорит о том, что надо собирать сразу данные. Стартуем. Отключим пока он менеджет memory. Сделаем снапшотик. Все то же самое. Можно было достаточно одного раза запустить. Но, так сказать, для наглядности размера утечки, я сделал это в цикле. Здесь есть несколько возможностей. Во-первых, мы можем сравнить два снапшота и моментально посмотреть, какие объекты выжили. Такие были созданы новые. И в чем лик наш? Вторая возможность это использовать встроенные... Встроенную возможность этого профилировщика собирать вот эти вот автоматические инспекции он проводит. То есть, собирать информацию о ликах, о которых он знает. В данном случае он показывает, что есть event handler's leak. Есть вот этот зомби, который держит данные. Мы на него клацаем. Смотрим, почему он держит. Как понять вообще, почему он держит память? Для этого в первую очередь надо посмотреть на то, как он удерживается в памяти. То есть, вот есть event handler, через который он подписывается. И потом обычная переменная. То есть, реально сразу видно, в чем проблема. Вот этот вот фильтр, он показывает группу by dominators. Он показывает доминатор. Доминатор это объект, который удерживает эксклюзивно остальные объекты. То есть, эксклюзивно означает, что все референсы от этого объекта идут к тому объекту. Потому что объекты могут удерживаться несколькими объектами. И в таком случае это будет не эксклюзивное удержание. И тогда не будет доминатора. Здесь можно посмотреть на инстансы. То есть, вот эти все собраны в одном месте. По одному сценарию удержания объекта. Заходим в инстанс. Дабл кликом простым. И смотрим сразу, как он был создан. Это нам дает уже возможность понять, где он был создан. И практически сразу приступить к решению. То есть, для того, чтобы решить эту проблему, надо отписаться. Не забыть отписаться. Это раз. А можно в данном случае вообще просто обойтись вот такой вот оптимизации. Просто удалить эту строку. Почему? Потому что в релиз моде вот этот объект, он будет существовать, citizen будет существовать до этой строки. Если этой строки не будет, то он зайдет сюда, здесь поживет и умрет. То есть, когда мы дойдем до этой строки, когда мы будем собирать второй снэпшот, его уже не будет. А если мы хотим его продлить, так сказать, жизнь, вот мы сделали это так. Ну, на самом деле решением, конечно, будет связаться от этого. То есть, понятно, что это тривиальный код, но в целом это означает, что нам надо, если мы привязываемся к какому-то событию, не забывать отписаться от него. Просто в плане концепции. Запустим еще разок его и посмотрим. Создали снэпшот первый. Кстати, странно, почему таймлайн не работает. Видимо, это связано с режимом, я просто под другим специальным аккаунтом для этого зашел и почему-то таймлайн перестал работать. Так, сделали, делаем снэпшот второй. Можно вопрос, зачем нам несколько снэпшотов, почему нам одного недостаточно? Снэпшоты делаются для того, чтобы увидеть разницу. То есть, в первом снэпшоте мы берем как бы срез памяти на момент снэпшота. То есть, мы берем срез памяти и потом мы их просто сравниваем. Мы можем сравнить и увидеть, что было в том срезе памяти, что было в этом. Иначе мы просто не поймем, какие были тогда объекты, какие стали сейчас. То есть, для сравнения и понимания того, что у нас течет, в первую очередь, хорошо смотреть на вот это сравнение. Перефразирую немножко. Я так понимаю, что ты снэпшот сделал билд и сделал два снэпшота на одной и той же версии библиотеки. Правильно? Просто я там разное время их запускал или в чем разница в снэпшотах будет, не пойму. Или библиотеки разные? Нет, библиотеки те же самые. Секунду. То есть, ты спрашиваешь, почему я делал вообще два снэпшота или почему я в данном случае сделал два снэпшота? Именно почему ты сбилдил получается и потом раз запустил снэпшот, потом на той же версии библиотеки еще раз запустил снэпшот? Ну, для того, чтобы сразу видеть, это всегда, то есть, сразу видно, когда у нас два снэпшота разница. понятно, что код, ну, то есть, объект, он, по идее, должен исчезнуть со второго снэпшота. Так, сейчас, секунду. Ну, максимум, наверное, я могу, Дима, смотри, какая идея. То есть, зачем, ну, снэпшота два? Можно и один сделать, да? То есть, ну, программа здесь на самом деле простая. Ты запустил, сделал снэпшот, открыл, посмотрел, он тебе там показал, что у тебя есть куча там, это, ликов, там есть парс-арей и тому подобное. Это да. Но чаще всего, когда у тебя программа сложная, какой-то комплексный флоу, и ты знаешь, что у тебя память течет, но ты не знаешь, где искать. Ну, вот реально не знаешь, где искать. И ты просто запускаешь программу и начинаешь периодически снимать снэпшоты. И потом начинаешь смотреть по этим снэпшотам, сравнивать. Ага, вот видно, что между, например, там, пятым и шестым произошло, ну, скажем так, много памяти. Выделилось, и потом она никуда не девалась. И потом ты уже сможешь локально, скажем так, понять, в каком это происходит, и все по чуть-чуть сужать. И когда ты сможешь воспроизвести именно тот момент, когда у тебя память течет, ты потом сможешь уже с помощью этой тулы понять, почему она у тебя именно течет. Вот такая вот идея. То есть снэпшота вообще не два. Обычно, когда там профайлишь очень много и приложения тебе не знакомы, это может быть и 10, и 12 снэпшотов. Ну, то есть за буквально там небольшое время. Их можно настроить автоматически, не руками снимать. Например, можно указать, что, пожалуйста, снимай, если мне там автоматический снэпшот, если у меня память начала выделяться, ну, постоянно и очень активно. Вот. И тогда оно тебе автоматом будет снимать снэпшоты, тебе не нужно руками. А потом ты уже сможешь понять, ага, течет вот здесь, ага, и почему течет. То есть такая идея. Одним снэпшотом обычно не отделайся. То есть если, в принципе, у меня, допустим, вот один тест, вот в нем точно течет, то снэпшоты будут там, по сути, дробить этот тест на какие-то кусочки там, что ли? Ну, это зависит от того, как сможешь. Если, ну, простая программа, то есть можно и один запустить, потом открыть его и посмотреть. Столько памяти зааллоцировалось, да, столько висит. И, например, там подсказки, да, там вот столько у нас ликов. Ну, а если, например, там, ну, не можешь так сказать, да, то тебе придет постоянно вот эти снэпшоты делать. Ну, и смотреть. Вот я сам попался на вот этот трюк с дебаг релизом. Только что думаю, почему оно не зарабатывает. Так, мы сделали рбилд. Запускаем еще раз. Я убрал цикл заодно. А снэпшотишь ты именно на релизе? Ну, как вообще корректно? Да, да, на релизе, потому что в дебаге, в дебаге, вот эта переменная, вот если ее убрать, вот этот вот usage ее, да, то она все равно будет оставаться жить. Потому что в дебаге мы, когда идем, дебаггер специально создает, встраивает код для того, чтобы мы видели до конца скопа вот это переменное ее значение. В реальности такого не будет. Поэтому обязательно надо в релизе это делать. И так еще раз. Значит, запустили, сделали снэпшотик. Увидели, что у нас такое количество объектов. Сделали еще раз снэпшотик. Посмотрели сюда. Нет и one-click больше. Вот. Вот. Это раз. Второе. Мы сравниваем их. И смотрим опять-таки по... Остался наш citizen. Почему он остался? Потому что мы делали снэпшот вот на этой линии. То есть он еще после этого должен существовать. Поэтому он висит еще в памяти. Теоретически, теоретически я говорю, если даже можно забрать вот так. То есть эту отписку убрать и забрать эту линию. Тогда, по идее, у нас citizen уже не существует. И опять релика не должно быть. Если мы запустим еще разок это дело. Почему? Потому что рута уже нет. И он... Ни вендхендлера, лика, ни зомби-объектов уже нет. Никого не тоже. Все. Все уже были освобождены. Вот. Если сделать это под дебагом, то... На этом втором снэпшоте... Вот. Просто я сделал специально make a snapshot here. Для того, чтобы было видно, где делается снэпшот, да? На этом втором снэпшоте... Была бы проблема, потому что он бы еще существовал... Привязанный к этому citizen. Сразу же... Хотелось бы отметить... Возможность... Использовать API. Как-то это не так удобно, как... Казалось. Возможность использовать API в профилировании. Допустим, мы хотим делать эти снэпшоты автоматически, да? Для этого нам... Надо... Добавить референс из этой директории. Проект. Так... Миссия. Вот. Вот. Называется... Профайлер. Так... Вот. Называется... Называется Profiler Windows API, да. Вот так. .memory Profiler Windows API добавили. И вот он line, который отвечает за snapshot. Теперь мы можем, в принципе, сделать вот так. Убрать эти все штуки, где мы делали snapshot, и сделать их быстренько и автоматически. Так, делаем build. Для этого нам надо запустить немножко в другом режиме. Через API Control. И у нас пролетает программа. Делается два снапсчета. То же самое. Все автоматически и быстро. То есть, чем это удобно? У нас, к примеру, какой-то процесс, которого надо долго ждать. Или неудобно попасть на него на какой-то момент и так далее. Мы можем встроить в код прямо вызов этого метода. и сделать дампы быстро и безболезненно. Так. Это есть. Следующий клик. Это static event. Здесь еще сложнее все. В данном случае подписка идет уже на static event, который существует на протяжении всей жизни обдомена. Суть, в принципе, та же. То есть, у нас есть подпись. Надо отписаться. Выглядит абсолютно так же. Этот лик. Ничего там не меняется. Кроме того, что... Сейчас мы запустим его через этот. Это мы второй проект взяли, да. Так. Кроме того, что показывается сам лик немножко по-другому через другие связи. Удержание. О! Вот сейчас показывается таймлайн. Интересный. Наверное, это интеграция с Visual Studio все-таки. Ок. Делаем. Снэпшот. Делаем еще раз. Прибиваем процесс. смотрим на второй снапшот вот он наш зомби удерживается он теперь напрямую и рутом у него есть не локальная переменная как было в том случае а static reference можно посмотреть как это выглядела в том случае в том случае так секунду да это он же значит не важно там писалось local reference local локально local variable да то есть рот был немножко другой здесь вообще короткая связь сразу видно за что держится лечение то же самое то есть отписались и опять таки конечно этот тривиальный пример и в продакшен коде это будет просто выглядеть завуалирована но суть такая же то есть где-то кто-то подписывается на внешнего в данном случае это тип который будет хранить этот ивент всю всю свою жизнь вот поэтому вот этот зомби который будет 40 килограммами костей и 60 килограммами мякоти для чего я это сделал кстати так для того чтобы выделить массив при создании и тем самым увеличить его вес и чтобы было видно не просто в профилировщике но и просто даже так в через тоск менеджер пример можно так дальше кстати collection grow но здесь здесь несколько иная ситуация в том смысле что есть опять так же так же сама коллекция которая статическая и она постоянно растет незаметно обычно это используется там в каких-то случаях кэширования примеру создается там аппликейшен и что-то там загоняется в кэш и постоянно там пополняется этот кэш какими-то новыми вхождениями так вот эти все перемены они будут жить на протяжении всей жизни аппликейшена но частности этого абдомена на пока этот тип не будет выражен памяти процесса абдомен или процесс завершится давайте попробуем посмотреть код принципе тоже тривиальный для этого итак у нас есть такой гранч в деле все те же зомби здесь есть коллекция collection host у него есть коллекция зомби да список просто дальше при клике эти этот список просто пополняются по сути этот клик никак не отобразится в в этом инструменте в смысле автоматической инспекции то есть он конечно же будет виден но как я говорил сам по себе лик это плюс минус субъективное наше понимание того должен ли оставаться объект в памяти то есть каждый разработчик решает сам должен ли остаться в живых объект которые он исследует но тут по сути смотреть не на что вот у нас создались куча объектов но в ликах нигде они не будут то есть автоматической инспекции их не покажет обычно это просто выглядит как memory allocation да и для того чтобы понять что это проблема нам надо посмотреть на то что что случилось и увидеть что наши зомби живут хотя они по идее не должны были бы жить теоретически думает программист вот и вот когда он смотрит на это дело он видит что они занимают место и они живут через через статическую коллекцию вот таким вот образом создаваемая то есть если пойти на одного из них и посмотреть то видно будет где он создался при каких условиях здесь суть та же в принципе то есть есть какая-то внешняя внешний референс внешний референс с более продолжительным временем жизни чем вот эта форма и к нему к этому референсу просто добавляются объекты это делается незаметно то есть в продакшене обычно точно так же выглядит то есть кто то что то там в кэш добавляют и так далее и просто пополняется какая-то коллекция с одной стороны это просто memory allocation а с другой стороны это memory leak то есть растет постоянно и возможно программист просто не осознает что добавив в эту коллекцию он добавил объект навсегда то есть этот кэш будет существовать к примеру там всю жизнь этого application то есть лечится просто просто надо удалять из этого кэша когда считаете нужным и все тут ничего показывать как бы и не стоит это простой сам лик теперь у нас есть список специфичных для WPF аликов в частности эти лики расписаны на одной из страничек я там потом в референсах в конце презентации есть ссылка на эту страничку можно будет посмотреть там все эти лики расписаны в том числе там и расписано как находить ивент лик обычный binding лик по сути своей когда мы делаем пишем земл мы ожидаем что там все будет хендлиться автоматически все наши байдинги хендлятся автоматически и все будет освобождено но есть некоторые проблемы WPF в частности если привязаться к обычным обычный класс привязать и использовать его свойства да в байдинге то возникнет лик потому что байдинг там менеджер будет удерживать этот объект так как он не реализует интерфейс интерфейс сейчас мы посмотрим какой так делаем в у посел из у и в в в в приложение простое то есть у нас есть обычная формочка на ней одна кнопка которая открывает другое окошко в другом окошке все происходит другого окошко подписывается на некоторые свойства которые приходят из дата контекста в дата контекст приходит обычный зомби зомби простой класс мы хотим просто отобразить к примеру его свойства до таким вот образом просто программа просто ничего как бы теоретически не должно случиться но если мы запустим это дело в файлере опять-таки чем больше снапшотов мы делаем тем больше информации мы обладаем о состоянии программы. Вот открылась формочка, закрылась формочка. По идее ее не должно быть. Ее и не будет, но останется другое. Останется WPF Binding League. Опять-таки будет удерживаться наш объект через Flash. Flash это свойство этого класса, обычно. Посмотрим на этот объект, как он удерживается. Вот есть ValueChangedEvent, менеджер. Собственно, вот этот вот Гай и отвечает за то, что этот объект до сих пор висит. То есть, мы сделали снэпшот второй, помним, да, после того, как закрыли окошко и, по идее, вот этот объект, он не должен был существовать. Смотрим, как мы можем избавиться от этого лика. Для этого нам надо реализовать iNotifyPropertyChanged. Сделаем это просто, как предлагает ReSharper. И этого, в принципе, уже достаточно для того, чтобы этот лик ушел. То есть, мы делаем сейчас еще раз запуск. Делаем снэпшотик. Снэпшотик делаем, наверное, уже по привычке, скорее. По сути, нам нужен второй только снэпшотик, здесь. И наш WPFBindingLick ушел. То есть, для того, чтобы избавиться от этого лика, достаточно было вот этот вот класс, реализовать в нем этот интерфейс iNotifyPropertyChanged. Почему это может быть важно? Возможно, как бы, вот этот вот зомби, он там и маленький, к примеру, да, и не стоило бы там обращать внимание. Но бывает такое, я вот не зря навешал на него эти килограммы, для того, чтобы показать, что теоретически сам зомби может быть и маленький. Вот если на него посмотреть в предыдущем, в предыдущем workspace. Сам он маленький, он занимает всего 16 байт, но удерживает он, как доминатор, целых 400 килобайт. Через вот эти вот свойства, которые типа килограмм. Ну, это как раз вот для этого я специально и создал эти типы. Чтобы было видно, что сам по себе может быть объект безобидный, но он может удерживать через свои ссылки другие тяжеловесные объекты, которые могут занимать память. И, конечно, когда стратегия такая основная, что начинать надо, когда не знаешь, с чего начать, начинать надо с самых тяжелых объектов, которые есть в списке. То есть, вот есть snapshot наш, и здесь вот есть самые тяжелые, удерживаемые по размеру объекты. Сразу видно, кто, у кого рельсы в пушку. Так, с этим ликом мы покончили. Идем дальше. Та же самая проблема, ну как та же самая, она плюс-минус такая же проблема существует для collection binding. То есть, теоретически мы тоже присваиваем коллекцию, создаем экземпляр зомби-контейнера, присваиваем его дата-контекст. И потом просто делаем бандинг на этот объект. Теоретически мы ожидаем, что тут все окей, оно само должно уйти, но опять-таки в WPF есть свои особенности. Сейчас мы посмотрим, в чем тут проблема. То есть, вот мы создаем, он уже этот интерфейс реализовывает, то есть теоретически тут все должно быть окей, и даже зомби реализует этот интерфейс. Но все равно проблема. Сейчас мы ее увидим. Опять простой. Вот мы создали там три объекта, да, и показываем их свойства. И опять делаем снапшот. Ну, здесь есть проблема. Кстати, даже простой WPF уже покажет вот здесь Event Handle Sleek, в этой секции автоматических инспекций куча ликов. Даже если у нас там ничего не будет, связано это internally с WPF, но в основном это связано с главной формой, то есть здесь беспокоиться не за что абсолютно сейчас. У нас проблема вот здесь, Collection Binding Click, он удерживается у нас через вот такой вот длинный путь DataBind Engine. То есть root у нас здесь статическая переменная DataBind Engine класса. Как проблему решить, просто здесь надо использовать не лист, а точно сказать вот так. Итак. Сейчас. Что мы хотим? Obserable Collection. Оно да. Вот здесь надо поменять. Оно да. Вот здесь надо поменять на… То есть Obserable Collection реализует… My Notify Collection… My Notify Collection… …пенджет интерфейс, который, собственно, мониторится WPF-ом, если привязывается к коллекции. Если этот интерфейс не реализован, то он будет лик. Мы билдим и запускаем еще разок, чтобы убедиться, что у нас все окей. I don't know. I don't know. I don't know. It's a perfect idea. So, Collection Leque is locked. It's something that I need to install. I don't know. I don't know. It's a great idea. особенность. И остался еще один лик в WPF. Опять-таки он очень простой, но успели убедиться, даже объекты маленького размера не могут за собой тянуть. Поэтому обращать внимание надо на все. Здесь опять-таки тот же самый принцип, простая формочка присваивается дата-контексту объект. Но потом мы его под пропортию захотели вдруг спрятать, к примеру. Неважно. Сценарий такой, что какой-то контрол мы хотим удалить динамически, к примеру, по нажатию на кнопочку. Мы это делаем вот таким образом. То есть мы удаляем из parent-контрола этот контрол. Вот этот вот. Сейчас мы запустим это дело, убедимся, что нам dot-memory показывает проблему. И вот в данном случае мы даже не закрываем окошко, потому что если мы закроем, то все удалится. Но в данном случае вот он пишет. Остался объект этот. Удерживается он через вот такую вот длинную окно. То есть этот лик не так опасен. Почему? Потому что он, пока вот это окно существует, another window, да, то этот лик будет расти, к примеру. Но как только окно закроется, он уйдет. Еще раз о том, что все очень относительно и ликом можно называть что-то в одном случае, что просто location, в другом это будет лик. То есть решение этого дело простое. Надо просто сделать register name. Сейчас мы быстренько это запустим, убедимся, что тут все окей. И нашли, ушел. То есть мы где-то к самому хранит получается это имя. То есть wpf хранит его, да, ради нейминга. То есть сам вот этот вот control, он хранится там в интернале, каким-то классом там по неймингу, с неймингом связанным, wpf. Так, это я что-то не тот запустил. С одной стороны хорошо, что все крупно, а с другой немножко не все помещается. Так. Ну, в принципе, все здесь. И мы смотрим на этот снэпшот. Здесь не должно быть wpf лика. xname. Этот метод, он, в принципе, как бы предназначен как раз для этого. Просто не все о нем знают и не все понимают, что если... Думаются человеку, который пишет, да, программа, что вот он удалил, и этого достаточно. Оказывается, надо делать еще такую штуку. На этом как бы все. То есть есть референсы на... На вот эти вот проблемы описаны на сайте, на блоге JetBrains'а. То есть можно посмотреть по каждому лику проблемы и решения. Плюс есть референс на Unmanaged Memory League, связанный с Unmanaged. Но, к сожалению, я не нашел ни одной ситуации такой, чтобы можно было репродюсить какой-нибудь Memory League, который был связан с Дотнетом, Unmanaged. В принципе, Unmanaged Memory League, они намного сложнее. И обычные профилировщики ничего не покажут для... Обычные профилировщики для Дотнета ничего не покажут в этом случае. И помочь мы никак не сможем с помощью обычных инструментов. То есть там нужно хорошее знание кода, который пишется, а именно Unmanaged. Потому что, скорее всего, проблема именно с ним. Все. Вопросы. У меня все. Спасибо. У меня тут есть длинный вопрос. Я его долго копил. На выходных как раз столкнулся с Memory League. И он такой каверзный. Получается, есть integration тесты. Мы недавно прикрутили AutoFuck, как OSC-контейнер. Но прикрутили его, получается, не везде. И в тестах мы создаем scope, в котором мы рисовываем несколько объектов. А после окончания тест-сета мы scope-диспоузим. И дожидаемся, чтобы все объекты, которые диспоузят scope, тоже задиспоузились. То есть ожидается, что почистится scope, удалятся все эти объекты. Но в дебагере видно даже, в самом дебагере, что scope is disposed. Но все объекты, которые он заинстанцировал, его регистранты, они не задиспоузились. Я пытался профайлить Visual Studio с тулами, стандартными диагностиками. Я вижу, что, ожидая ссылок на этот конкретный тип, там просто информации не густо. Их будет там ноль или одна, но их там по четыре, по восемь. То есть приходится их руками вызывать диспоуз. Иначе у нас просто первый тест отработает, тест-сет, а все последующие тест-сеты завалятся. У меня такой вопрос, поможет ли мне в .trace понять, откуда ноги растут? Кто же удерживает все-таки ссылки на эти объекты? .dot-memory, да. В данном случае, в первую очередь, надо посмотреть по списку удерживаемых объектов. Там фильтр, который я показывал. Retain Path. То есть отфильтровать те объекты, которые проблемные. Дальше смотреть на... Вот это... Сейчас, секунду. Retain Path. Retain Path был, да? Кири Retention Path это для... А, Кири Retention Path. Для инстанса конкретного. То есть каждый конкретный инстанс, он имеет ключевой путь удержания. То есть это тот короткий путь, который отличается от других. То есть каждый объект может удерживаться несколькими разными путями. И вот эти вот... Вот эта вьюшка, фильтр, он показывает самые... Более всего различающиеся пути, да. То есть по этим путям можно пройтись и посмотреть конкретно в чем может быть проблема. То есть в первую очередь надо смотреть на путь удержания. Потому что, как мы вначале смотрели, самое главное это чтобы не было пути к руту. Как только перерываешь путь к руту, все, сразу объект свободен. Проблема в том, что этих путей может быть много. И тогда и когда их много, да, вот есть фильтр group by dominators. И здесь есть такой под... Подвьюшка by similar retention. И вот в частности этот вид как раз и показывает. То есть он группирует по пути удержания объекты. И потом их показывает как object set. То есть вот эти два объекта, они были удержаны вот именно по этому пути. То есть вот эти два пути, они общие для этих двух объектов. Потом дальше берешь этот object set и смотришь на каждый instance. Вот открываешь этот object set и смотришь на каждый instance этого object set. И дальше ты берешь instance и смотришь как он конкретно удерживается. Ключевые пути именно для этого instance. Но это в принципе основная стратегия по поиску. В таком случае я думаю так. Я понял, спасибо. А вопросы по поводу вот инфраструктурной. Получается мы делали старт через там встроенный какой-то там экзешник. Да, вот если у меня тесты, то я впиливаю вот эту вот вставочку в код для того, чтобы она мне сделала... Да, в данном случае отлично подойдет API. А куда она его кладет, я тут не до конца понял. То есть... Еще раз... Я на автоматом открою. Насчет API. То есть мы делаем как? Добавляем референс на вот эту вот далельку, которая лежит по пути вот этому .memory.n, который там установлен. То есть мы добавляем референс на эту далельку. И дальше мы убеждаемся, что у нас запущен профайлер, что он может собирать данные. И снапшоты делаем таким простым статическим методом. То есть к референсам тестов мы можем подключить вот эту штуку. Тесты запускаются, но скорее всего это будет возможно сделать только на environment и никакого continuous integration скорее всего тут не получится. Потому что memory профайлер должен быть запущен. Да, но локально у меня воспроизводится нормально. Я понял. В принципе все. Спасибо. Да, и опять-таки самое главное в данном случае, ну не самое главное, но одно из важных замечаний релиз мод. Потому что очень часто сбивают с толку дебаг со своими оптимизациями в кавычках. То есть оно оптимизируется для трассировки, для того чтобы было удобнее смотреть, но программа совершенно по-другому себя будет вести после оптимизации компилятора в релизе. Поэтому тоже обращать внимание на это надо. Спасибо. Еще, Дима, мне кажется тут проблему надо посмотреть как автофак работает. Потому что вот эти все и disposable штуки нужно тоже правильно реализовывать и настраивать. Вот посмотреть, попробовать. Возможно там вы используете какой-то там child scope. А child scope автоматически у него не диспоузится. И там есть методы различные. У нас как раз вот в этом случае мы этот путь уже исследовали, просмотрели. Но скорее всего у нас просто очень много типов. И мы полностью прикрутить автофак на все и вся, ну просто нет сейчас такой возможности. А найти хотя бы вот минимальную цепочку типов, которые нужно прикрутить. Вот сейчас вот такая задача стоит. Очень часто просто ну что это контейнер сам по себе держит, но и не диспоузит. Да, зачастую кстати можно увидеть, что показывает к примеру тот же самый dot-memory лики, да. Но как я говорил это очень субъективное мнение. То есть вполне возможно что корень проблемы в совсем другом. Возможно там можно намного раньше этот объект освободить и до того лика и даже не дойдет дело. Поэтому тоже надо смотреть на код. Это очень все субъективно и относительно. Спасибо всем. Окей, тогда если вопросов нет, можем закругляться. Всем спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok